Главную цель нашей политической работы на предстоящий год добиваться от нынешней власти проведения досрочных парламентских выборов. Изменение этого политического курса должно произойти в короткий промежуток времени. Это не структурная реформа, на которую требуется 3-4 года. Это отмена всех тех драконовских мер, которые были введены искусственным, специальным, преднамеренным образом с целью удержания власти в руках той же самой грунт. Это все можно сделать до конца этого года в спокойном, нормальном режиме. Под этими условиями, таких как предоставление реальной свободы гражданам в исполнении их конституционных прав, право на создание политической организации, право на митинги и демонстрации, право граждан на свободные средства массовой информации, упразднение всех этих черных списков и проведение в прямом эфире широких дискуссий по политическим темам, с обязательным участием представителей оппозиционных. Другая составляющая, конечно, это судебная. Те неправовые, неправосудные решения последних лет, которые были вынесены, в том числе по уголовным делам и по гражданским делам, которые фактически лишают граждан их политических свобод и гражданских прав, эти решения должны быть отменены или пересмотрены. Это вопрос техники уже, как они будут сделаны. И, конечно, политзаключенные должны быть освобождены, включая всех тех политзаключенных, которые посажены в тюрьмы в рамках так называемого дела ЮГС. Все те изменения, связанные с политическими организациями, с политическими партиями, позволят уже быть, посадут возможности для того, чтобы можно было участвовать в выборах, в досрочных парламентских выборах уже в следующем, в 2009 году. Это цель, которую мы видим сегодня, как тактическую цель, достижение нашей главной фундаментальной или стратегической цели изменения политического курса. Это взаимодействовать с той властью, которую мы не считаем легитимной, поскольку парламентские выборы и президентские выборы не были легитимными. Тем не менее, эти люди находятся у властных рычагов курса. Мы готовы участвовать в изменении этого курса, поскольку мы, как вы знаете, всегда настаивали и считаем по-прежнему, что изменение политического курса должно происходить конституционным путем. Если этого не произойдет, это уже будет другое рассмотрение, то через год мы проанализируем ситуацию. Это понятно, что это уже будет тоталитарная Российская Федерация, и способы политической жизни будут иными. Мы тогда соберем свой очередной съезд или внеочередной съезд и примем решение о формах и других целях, которые тогда будут уместно сформулировать, если не произойдет того, о чем мы говорим. Важно, чтобы руководители существующих демократических организаций нашли в себе политическую силу и мужество, сесть за один стол. Было бы абсолютно уместно и правильно, скажем, если бы функцию такого морального авторитета для того, чтобы посадить всех за стол лидеров этих организаций, их там всего 4-5 организаций, взял на себя, скажем, Владимир Буковский, то абсолютно, я думаю, что такое заседание, такой круглый стол, он бы был совершенно реален. Потому что никто, я думаю, из руководителей демоорганизаций не отказал бы в предложении Владимира Константиновича Буковского сесть за стол и пообсудить ситуацию, обсудить ситуацию в стране и подумать, как нам быть, как нам единым фронтом выступать по каким-либо иным вещам. Ну, это могла бы быть, скажем, Людмила Алексеева, хотя она больше правозащитница, нежели, чем, так сказать, политический деятель, но как моральный авторитет абсолютно, я считаю, что нет ни у кого никаких претензий. Значит, действительно, абсолютно точно, я это просто вам подтверждаю, что для меня и для, ну, практически мне нет знакомых в политической среде, кто бы не уважал и не относился, вот, так сказать, с пиететом и почтением, особым почтением к Людмиле Михайловне Алексеевне. Не создавать новую организацию, не ярлыки вешать друг на друга, а сесть и обсудить, что нас объединяет. И вы увидите, что из там 10 позиций, 9 у всех едины.